От отравления метиловым спиртом в Красноярске погибли 11 человек, больше полусотни попали в больницы. Эксперты говорят, первое, на что нужно обращать внимание, покупая алкоголь, это стоимость и внешний вид бутылки. Полицейские специалисты Центра стандартизации и представители торговых сетей рассказали, по каким еще признакам можно отличить подделку. Вот официальная бутылка, приведенная в магазине. Это бутылка, которая содержит метиловый спирт. Употребление этой жидкости опасно для жизни и здоровья. Отличить подделку от оригинала не так-то просто, но вот несколько советов, которые дают полицейские. Во-первых, на бутылке с метиловым спиртом, хоть и наклеена поддельная акцизная марка, но на ней нет даты розлива. Во-вторых, термоусадочная пленка не целая и имеет отверстие. И в-третьих, обращайте внимание на пробку, подделка имеет П-образный выступ и маленькие шипы внутри. Кроме этого, в бутылке с метиловым спиртом нет рассекателя, как говорят специалисты. Есть бутылки с контрактным алкоголем, по крайней мере, не опасные для здоровья, да, то есть это просто намешанный спирт. А вот эта бутылка с этими характерными признаками, она тоже контрафактная, но она ядовита. То есть употребление этой жидкости приведет к летальному исходу, ну, либо там, в больничной койке. Граждане, если на руках имеют данные бутылки, просьба сдать правоохранительные органы ближайшей дел коалиции, да, ну, в крайнем случае разбить, как бы там, ни в коем случае тоже не закапывать, не кидать в реку. А в торговых сетях говорят, конечно, у каждого конкретного алкогольного бренда свои отличительные признаки, поэтому не сравнив две бутылки, контрафактную и оригинальную сходу и не разберешься. Впрочем, они в своих поставщиках уверены, у них есть все документы. Но все же советуют обращать внимание на внешний вид бутылки. Первый отличительный признак – это наличие акцизной марки, причем как нашей региональной, так и федеральной. Второе – это плотность пробки, чтобы пробка не проворачивалась. Ну и третье – это целостность самой этикетки. Если этикетка не нарушена, то она, очевидно, была произведена технологичным путем, где цепочка понятная, безопасная, ну и товарный вид бутылки сохранен. Эксперты Центра стандартизации рассказывают, содержится ли метил в алкоголе, можно определить только в лабораторных условиях. Ни по запаху, ни по вкусу – это, увы, не поймешь. Но кое-какие советы дают. Прежде всего, покупайте спиртное только в проверенных магазинах, у которых есть лицензии. Обращайте внимание на стоимость. К примеру, водка не может быть дешевле 185 рублей. На бутылках должна быть информация на русском языке и акцизной марки. Их подлинность, кстати, в некоторых супермаркетах определяют с помощью специального прибора. Есть и практический способ. Так можно проверить все, кроме водки. Налейте шампанское или вино в бокал и дайте ему постоять полчаса. А если аромат улетучился и остался запах спирта, то это подделка. Лучше такое не пить. С водкой сложнее. Здесь уже производитель использовал оригинальную, можно сказать, бутылку. То есть оригинальный колпачок. Здесь даже, видите, используется рассекатель. То есть как в оригинале, так и в подделке. Обычно для водки используется менее качественный спирт. Ну и крепость его, как правило, меньше. Ну крепости, эта продукция поддельно меньше. В данном случае крепость составляет 35, в отличие от оригинала, стандартного образца. В нем 40. Ну и там, как бы сказать честно, обыватель обычный не отличит. Настоящее вино и шампанское тоже непросто отличить. Нужно внимательнее читать этикетки и ориентироваться на известного производителя. Впрочем, эксперты говорят, чаще всего все-таки подделывают крепкие напитки. Это выгоднее и проще. И утверждают, по запаху можно определить контрафакт, но не метил. Нужно взять на руку, вот таким вот образом, и растереть. То есть он очень быстро испаряется, спирт очень быстрый. Вот буквально несколько секунд, и мои руки уже сухие. И вот в этот момент натуральные ароматы. Дубовый, ваниль, такой, знаете, немножко даже кофейный. Потому что данный напиток выдержан в дубовой бочке. Но если бы мы почувствовали неприятный технический аромат, который вроде как природно сделанному напитку из природных материалов не присущ, лучше отказаться от него. Полицейские говорят, по их сведениям, у красноярцев остались еще несколько сотен бутылок с ядовитым алкоголем. Кроме этого, они постоянно находят выброшенные партии, от которых попытались избавиться продавцы суррогата. Кое-кто из людей может это найти и выпить. Специалисты просят все подозрительные бутылки приносить в ближайший отдел полиции. На всякий случай. Ольга Тишинина, Павел Пателицын. Новости.